Друзья, вы будете свидетелями приготовления мяса. Мясо маринованное, покупается вот в этом пакетике. Тут написано, что это магазин Trader Joe и мясо это корейская ося. Ну, конечно, ося русский. И, значит, тут масса полезных фактов о том, что там внутри. Вы можете так потом посмотреть. Но сейчас вот это все отрежется. На пол не капаем. Так, и уже стоит сковородка. Вот уже стоит сковородка. И сейчас в нее все это пойдет. Так, пойдет. А резать не надо? Так вот прямо? Уже резано. Вот и господи. Так, так, так. Светочка, дай какие-нибудь для ты не сенсов. А это было первый раз вы это готовите? Нет, мы готовы. Это не первый раз, мы это очень любим. Вот именно это мясо любите? Да. Понял. Оно уже маринованное. Так, и на кусочки порезанное. Оно уже на кусочки порезанное. А по чем пакетик мы знаем? А надо так вот, да? Ну, и так люди спросят, а по чем? А, 12,82 за шмат. Вот так можно сказать. Зашматок. И оно действительно уже там в соусе, да? Да. И мы просто кладем на сковородку без масла, без ничего. Оно в соусе. Оно в соусе. А не пригорит, я извиняюсь? Нет, не пригорит. Потому что сковородка тефлоновая или еще почему-то? Потому что, во-первых, сковородка тефлоновая, во-вторых, в нем много соуса. Ага. Ну, в этом не так много. Руки я помыла. Да, нет, мы не сомневаемся. Мы не сомневаемся. Руки я помыла. Так, это что? Это как ребрышки, а? Это как ребрышки, только без оосточек, да. Косточки нет. Это маринованные корейские ребра. Ну, это не то, что там, допустим, собака там как-то участвовала. Это именно... Какой вид мяса? Говядина? Говядина, конечно. С тоже свиньей. Кусто. То есть мы все в одну сковородку. Да. И долго оно там будет? А, вон, ему 10. Его вообще нагрели хорошо, но мы вот так вот сейчас по-быстрому его сделаем. Вишний жирный выбросил. Все, и если мне дадут лопаточку, вот оно так будет минут 10. Через минут 10, так оно тонкое, оно будет готово. Миночка, но мы 10 минут и вообще не пробуем. Не пробуем. Мы переворачиваем. То есть периодически переворачиваем. Ну, хорошо. Друзья, оно так это только-только начинает там поджариваться, но запах у него, я сожалею, что камера не может передать, но я вам хочу сказать, что если бы вы это нюхали, как я вот сейчас, вам бы точно хотелось этого скушать. Вы бы не остались равнодушны, это я вам обещаю. Вот начинается такое переворачивание. Легкое. Да, уже вот поджарят сострел. А на какой мы температуре, кто-то знает? Ну, сострелка, я целую сострелку. Сострелка 1. С это время хватит. Да, ну, многие могут подручить температуру. Так. В каких-то единицах, вот может в Фаренгейтах, каких-то там. Объективно сковородки никогда не показывают температуру. Только печка показывает. Ну, а субъективно? А субъективно 425 градусов. Так. Вот это уже достаточно. Друзья, если вы почувствуете субъективно 425 градусов Фаренгейта, то это та самая температура. На панкере его можно не трогать. А можно и не трогать, да. Пахнет так много. Если не трогать, не будет так пахнуть. Тогда-да. Ну, в эфире мясо готово. Ну, что? Говорят, что мясо готово, но я вижу тут кровь. Светлана, это ничего, что там кровь? Я не знаю, про это мясо. Ну, можно поесть, что это сомненько. Что скажем про кровь? Ну, чего? Перевернем еще немножко. Вот так, знаешь, так вот съешь такое мясо, а потом скажешь, что кровь христианских владельцев. Понимаешь, это не отмоешься потом. На самом деле, это собачья кровь. Свет, а вот садись просто грибочка. Не знаю. И ты что, мы так прям так возьмем его с кровью? А ты не ешь мясо, а... Ну, это все-таки оно из пакетика. Из пакетика. Но оно замаринованное было. Да. Не волнуйся, мы тебе доделаем. Так. Ну, оно абсолютно так. Маринованное, оно было сырое. Чисточка, когда маринуют, то оно как бы... Может, ты ее всякие там сырки посыпаешь? О, о, о. Нет, ведь уже не ешь. Я ем только унаки. Ну, что же, друзья. Буквально еще пару штрижков, и нам сказали, что мясо готово. Следующий этап у него будет в тарелке. Употребление мяса в тарелке. Вот, друзья, вы видите, как мясо переходит на тарелочку. К этому делу есть бутылочка очень душевного, я хочу сказать, вот, эзотерического значения напитка. Вот для тех, кто не знает, напиток сделан. Он же крупным планом. Вот написано Napa Valley. Napa Valley. Napa Valley – это центр мира по производству алкоголя. Потому что в соревнованиях с Францией они выиграли. Ну, во всяком случае, так они рассказывают все время, когда ходишь на экскурсию, они рассказывают, как они это убедились. Они очень убедительно это рассказывают. Курочка, капустка квашеная, картошечка, хлебушек. Абсолютно свежая квашеная капустка. И это вот мы с этим делом встречаем праздник Валентайн, который состоится в следующую субботу. Дай богу дожить. Да. И пьем за наших женщин. Вот. Ура. Любимых женщин. Любимых женщин. Любимых женщин. Любимых женщин. Продолжение следует...